В единый день голосования в подготовке и проведении выборов разных уровней было задействовано более полумиллиона человек. Впервые выборы прошли в 85 субъектах Российской Федерации. В Крыму и Севастополе были выбраны органы государственной власти и местного самоуправления. Число избирательных комиссий составило около 65 тысяч. Абсолютное большинство работало в соответствии с законодательством. Но, к сожалению, есть и такие, кто не справился с поставленными задачами. Как отметил в начале своего выступления председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров, это мероприятие станет разбором полетов организационной деятельности избирательных комиссий. В ходе совещания были рассмотрены такие вопросы, как информационное обеспечение выборов, организация избирательных участков для досрочного голосования и проблемы неявки избирателей на пункты голосования. Явка зависит от трех факторов. Наша с вами работа организационная, агитационная работа кандидатов и партий и социально-экономическая обстановка, созданная администрацией. Примером благополучного социально-экономического положения, по словам председателя ЦИК России, является Краснодарский край. Во время единого дня голосования 14 сентября была отмечена высокая явка избирателей на участке. Здесь есть чему поучиться. На Кубани проживают весьма подготовленные избиратели. Активна партийная система в Краснодарском крае. Развито медиапространство, развита блогосфера. Все эти факторы влияют на ход и результаты выборов. И все эти факторы умеет учитывать избирательная комиссия Краснодарского края, которую возглавляет Юрий Александрович Бабулач. Поэтому мы не случайно проводим здесь наши семинары. Прозрачность, демократичность, справедливость и забота об интересах избирателей – основные составляющие проведения выборов. В Краснодарском крае этих факторов придерживаются постоянно. Избирательное право находится в постоянном совершенствовании. И все наработки, которые за последние десятилетия реализованы, они должны очень эффективно работать по всей стране. К примеру, опыт Краснодарского края в избирательных кампаниях, он заслуживает того, чтобы его применяли и в других регионах нашей страны. Как отметили на совещании, в некоторых регионах были отмечены нарушения, в частности, не до конца проверенные сведения о кандидатах или такие факты, как за одного кандидата проголосовали до 120% избирателей. Такие случаи будут расследованы правоохранительными органами, с которыми ЦИК планирует провести в ближайшее время совещание. Сейчас главной задачей является решение всех подобных проблем к предстоящим выборам. Сегодня идет оценка проведенной кампании, итоги, ошибки и выработки новых решений для того, чтобы следующая избирательная кампания еще более была демократичной и справедливой. И этот вопрос важен не только для Краснодарского края. С начала следующего года в 69 субъектах России будет переназначен состав Центральной избирательной комиссии. Кроме того, с января в бюллетенях, возможно, появится графа против всех. Разбор полетов по итогам работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов продолжится и 31 октября. Во второй день работы Всероссийского совещания организаторов выборов состоится деловая игра, темой которой станет особенностью подсчета голосов в многомандатном избирательном округе.